Джессичка, Джессичка, смотрите какая костяшка от мяса, ку-ку, вроде аллергия ребят у нас прошла, Джесси тоже чесаться перестала, начала зарастать шерстью наконец-то, ну в общем на самом деле мы тут очень сильно болели, прям жестко болели, до сих пор вот у меня еще не отошло, у детей вроде все уже прошло, но остался какой-то чих, да, или появился он снова, я не знаю, эта погода сейчас просто холодно, вот этот ледяной ветер вроде показывает 13-11 градусов, но чувствуется, блин, все там не за минус, наверное, минус один, вот, и короче я сегодня утром пошла, детей проводила в школу и значит там мне нужно было по делам сходить, сходила по делам, все это время была на улице, а я еще не утеплилась, как бы зимней одежды никакой не купила, ни себе, ни детям, вот поэтому надо покупать, и иду такая, мне нужно было на Красную площадь еще зайти, а она с 10, а время только 9 часов, я значит по улице походила вокруг Красной площади, потом думаю, надо зайти погреться, а там рядом есть КФС и значит через КФС можно потом заходить на Красную площадь, как бы они вместе, просто КФС с 9, а Красная площадь с 10, и все, я зашла в это КФС и чувствую, мне так становится хреново, знаете, когда вот что-то в горе начинает першить, и ты начинаешь кашлять, 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 и просто не можешь остановиться, и я чувствую, что у меня сейчас такое начнется, и короче захожу быстрее туда в туалет, закрываюсь в этой кабинке, ребят, не поверите, у меня глаза чуть на пол, вообще просто не выгодились, у меня слезы, глаза все покраснели, я кашляю, я чихаю, сопли, слюни, воздух попадает еще больнее, у меня уже вот тут все вокруг заболело, я выйти не могу, там короче уборщица услышала то, что я там закашлялась вся, там вода бежала, там эти бедра я открывала, салфетки только успевала скидывать, уборщица стучит, говорит, девушка, с вами все в порядке, это вообще, конечно, потом, значит, вроде все, чувствую все, в зеркало смотрю, глаза просто, просто краснючие, все зареванные, вся опухшая вот такая вот, выхожу, и думаю, все, надо выйти на улицу, не хрен тут сидеть, и там ждать, и значит, только выхожу из кабинки, и у меня опять начинается, и я вот опять в эту кабинку, ребят, вот реально, я там сидела где-то минут 40, наверное, просто, там народ, который стоял, ждал, он обалдел, они, наверное, после меня потом в туалет не зашли, и в итоге, я когда вышла уже, и у меня, вот я шла домой, когда, у меня вот сейчас вот тут вот, вот так, кстати, никогда не болело, то есть, я знаю, как это продуло там ухо, да, я знаю, как это все продуло шею, а сейчас вот тут вот, и изнутри, главное, понимаете, как-то болит, и я не пойму, что это такое, и очень-очень больно, и слюни больно глотать не как при простуде, да, а вот именно, вот что-то отдает куда-то, с этой стороны ничего, а вот с этой стороны и прям так больно, и так неприятно, включила вон отопление, господи, я думала, опять уж не работает, ну, короче, отопление я включила, но, опять же, капает краник, здесь вот у нас краник, капает, и в комнате капает, поэтому надо вызывать мастера опять, вот, что я вообще, что я вообще взяла камеру в руки, у меня тут был кризис, я снимала, 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 по два ролика в день, в итоге ничего не выкладывала, потому что просматривала, мне не нравилось, вот, и этот ролик, я не знаю, вложу, нет, вот, купила фарш, увидела, очень интересный рецепт котлеток, со сметаной, с яйцом смешивается, в общем, я вам покажу рецептик, ни разу, кстати, так не пробовала, всегда делала по стандарту, там, перец, лук, соль, ну, там, специи какие-нибудь, да, а, чтобы, а, еще добавляла манку, бывало, да, а, чтобы добавлять сметану, вообще никогда не пробовала, так что, сегодня будет первый мой раз, мой первый раз, а, свинина, свинина-говядина, значит, вышла у меня на 116 рублей, а килограмм стоит 370 рублей, вот, у нас, вот, у меня тут 316 грамм, нифига мешок тут, это что за мешок тут, господи, это что за мешок такой, вы посмотрите, посмотрите, какой большой мешок, это что такое, я таких, еще не видела мешков, даже, что за загромадина такая, капец, так, укладываем наш фаршик, так, а, еще нужно одну миску, а, хотя мы яйцо прям там размешаем, а, не, не получится там размешать, это что за мешок такой мне ждали, в общем, вчера, ребят, вчера, я же, это, дело хинкали, ну, как дело, я тоже включила камеру, и думаю, все, сейчас вам покажу там рецепт, хотя их делать собралась первый раз, до этого не делала, да, и думаю, сейчас буду снимать, я снимала весь процесс, но в итоге я его не выложила, потому что тесто получилось идеальным, идеальным, эластичным, вообще, все, как надо, да, я купила говядину, вот эта косточка, кстати, которую вы видели в начале видео, да, для Джесси, это косточка именно с говядиной, с мяса, с этого куска, и вот эту говядину я сидела, наверное, больше часа, я нарезала так, ну, чтобы было супер-супер мелко, потому что в эти, в хинкали же, хинкали, да, хинкали же нужно прям очень-очень мелкое мясо, но не фарш, вот, и в итоге у меня нихрена не получилось, я все респсиховалась, изругалась, естественно, в видео это тоже не было, так, и сметанку, ну, написала одну столовую ложку, но у меня тут как раз осталось, так и осталось, одна столовая ложка примерно, сейчас мы все это сюда и доделаем, взбиваем, короче, вчера, а я что-то не в настроении была, вообще у меня, я грубку-то-то депрессняк, я вообще не в настроении, ничего никому не отвечаю, вообще как-то стрёмно себя чувствую, не знаю, почему, так вот, вот, я, короче, была без настроения, и, на удивление на моем, знаете, кто мне поднял настроение, это женщины, это очень удивительно, если честно, так, мы, наверное, это и посолим, сейчас туда, посолим ли, а, мы фарш будем солить, нет, что там это, вот, я такая, значит, пошла, мне нужно было в магазин сантехники, зайти там кое-что купить, там же обычно продавцы мужчины, ну и покупатели все, да, мужчины, и я захожу, мне так неудобно, блин, я с этими волосами, вот с этой гривой, они, да, все смотрят, конечно, блин, может, мне, конечно, казалось, но, не знаю, вот, и я такая, есть у вас вот это, вот это, вот это, они такие улыбаются, да-да-да, есть все, написали вот эту квитанцию, там, идите на кассу, вот, я пошла на кассу, на кассе, на кассе женщина, и она такая, ой, девушка, как, говорит, вам красиво, а я, говорит, вот все хочу сделать, но не решаюсь, и начала меня расспрашивать, там, подробности, как там, портятся волосы, не портятся волосы, там, какой уход должен быть, а там же это целая процедура, если вот делаешь такое, то есть это, это пипец, да, какой должен быть уход, это, у меня два часа утром, два часа вечером уходит, чтобы ухаживать, ну и вот, значит, это я все рассказала, она такая, блин, вы так красиво выглядите, вам очень идет, и так далее, потом, значит, захожу в продуктовый магазин, тоже на кассу, и такая девушка мне, вы так классно выглядите, вам так идет эта прическа, и вот тоже какие-то вот эти комплименты, я такая в шоке, блин, 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 прикольно, все, потом, значит, выхожу из магазина, иду, значит, по улице, и сигналит машина, я никогда на сигналы машин не останавливаюсь, потому что, ну, не знаю, вот не оборачиваюсь, не останавливаюсь, а там прям упорно сигналит, а я вот как раз возле дороги иду, получается, машина подъезжает, вот так вперед меня, а я вот тут сзади, и парень, причем очень симпатичный, очень, очень симпатичный, останавливается такой, девушка выговорит, очень классно выглядите, лайк говорит вам, блин, я такая, ёбра, это что еще, для счастья нужно просто сделать комплименты, это настолько вот реально поднимает настроение, вот, и значит, заключительный, заключительный момент, это, когда я зашла в магазин за мяском, а там тоже такие двое парнишек работают, блин, ну они так смотрели, так смотрели, так улыбались, и прям вот все, вот это вот, мне никогда не перестану говорить, то, что лучшие продавцы, это мужчины, и вот они тоже такие, все прям обходительные, вот это, вот это, вот это, и даже скидочку мне сделали на мясо, ну я просто, я вышла, все, я полетела, полетела, короче, это очень круто, когда делают комплименты, поэтому, ребят, не скупитесь, просто даже идете по улице, видите девушку, женщину, да, видите, что она там приятно выглядит, там, и так далее, да, или, допустим, любая девушка, которая идет грустная, ну просто, ну возьмите и сделайте ей комплимент, ну серьезно, вы не представляете, насколько, ну вот вы этим поднимите вообще настроение, так, картошечка, а я же доставала, а я ее сварила, короче, нам нужна, ребят, картошка, но картошка нужна маленькая, в общем, сейчас я ее почищу, перчик, черный, перчик, красный, ну это, красная, молотая паприка, и чесночок, чуть-чуть сушеного чесночка, мне просто нравится вкус, запах, да, сушеного чеснока, просто бомба, так, что мы делаем, мы, значит, добавляем сюда, наш, натертый лук, и морковь, ой, картошку, господи, вот так вот, все это дело перемешиваем, очень интересно, что получится, мне кажется, соли мало, сейчас мы попробуем, так, и выливаем сюда сметанку с яйцом, очень интересно, что получится, просто, никогда так не делала, ребят, даже не могу сказать, вкусно это будет, или не вкусно, так, ну что, пюрешка наша варится, сейчас я слеплю котлеточки, да, ну, конечно, в муке обваляю, в сухарях мне не нравится, если честно, в муке обваляю, и покажу вам, какие они у меня получатся, в общем, ребят, вот так вот это все выглядит, да, мне такой порции достаточно, поэтому не удивляйтесь, вот, сейчас мы будем это с вами пробовать, так, котлеточку, мне интересно, котлеточка вообще на вкус, давайте посмотрим, какая она толстенькая, да, даже это, не уменьшилось, так, давайте сначала просто котлетку попробуем, вот такая вот, вкусненько, так, пюрешку, вкусно, котлетка, котлетка на самом деле получилась очень пышная, она даже не осела, потому что, когда я делаю просто из фарша, добавляю лук, соль, перец, да, она все равно немножечко оседает, а вот это вот, как я ее так слепила, положила, она такая и осталась, очень-очень вкусно, так, давайте с пюрешкой вместе, вот так вот, это божественный вкус, никакие там чаху били, блин, и так далее, не сравнятся с котлеткой, с пюрешкой, это очень вкусно, они на самом деле получились прям очень сочные, это удивительно, я не знала такого рецепта, то, что добавляют туда картошку, картофель, да, натертый, очень вкусно, я прям, я в восторге, я получила оргазм, ребят, огурчик, и пюрешка получилась просто отменной, боже мой, ну все, ребят, вот такая вот вкусняшечка у меня сегодня получилась, а я вас всех очень и очень сильно люблю, и не забывайте подписываться на мой инстаграм и тикток, где каждый день новые видео и сторис, все, на этом пока-пока, я пошла сейчас уже за вторую порцию, наверное, потому что я сейчас это слуплю на раз-два, в общем, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, я вас всех очень и очень сильно люблю, пока-пока,